Дмитрий Егоров Мы решили начать третий сезон обзоров из магазина Rock Air, что находится в Санкт-Петербурге по адресу улица Звездная, дом 1 и рядом с ним огромный автосалон Rock Air, откуда мы в прошлом году вещали и будем продолжать вещать в этом году. Автосалон находится по адресу Московское шоссе 7А. Приходите, будет очень интересно. И не переключайте ваши телеприемники, потому что мы сейчас начнем рассказ о знаковой модели. Мы долго думали, с чего бы начать третий обзор. Наверное, с чего-то такого крутого. Ну, а что может быть более крутого, чем Суперзвезда? Она же Суперстар. Да-да, ребят, целых два обзора мы будем рассказывать историю этих замечательных кроссовок Adidas Originals Суперстар. Итак, перенесемся где-то на 45 лет назад. Далекий 1970 год. Вообще, официально начали выпускать модель Adidas Суперстар в 1969 году во Франции. Но самую большую популярность она получила в 70-е годы. Дело в том, что на тот момент это действительно была очень и очень прогрессивная обувь для игры в баскетбол. Ну, сами посудите, да? Мысок, который защищен таким резиновым колпачком. Очень и очень новаторская система вот такая елочкой, которая позволяла кроссовку не скользить на корте. И плюс еще система поддержки голеностопа. Сейчас это, конечно, выглядит немножко как... Но в то время это действительно была передовая технология. И эти кроссовки действительно были очень и очень популярны среди профессионалов по игре в этот замечательный вид спорта баскетбол. И вы, наверное, знаете, что традиционно баскетбол это игра, которая играет в основном в Соединенных Штатах Америки. Поэтому практически все суперстары чуть ли не в полном составе шли в Соединенные Штаты Америки. А в Европе они появились только в 1972 году, когда рынок США, можно сказать, был более-менее насыщен с одной стороны. И с другой стороны, люди в Европе тоже захотели такие клевые кроссовки, которые они видели в телепередачах про игры Национальной Баскетбольной Ассоциации. Кстати, если вспомнить еще, то Бабита Гарсия, один из, наверное, признанных самых экспертов баскетбольной обуви, говорил, что с кроссовками Adidas Superstar связаны и первые попытки кастомайзинга кроссовок. Как все это было? Дело в том, что еще тогда у ребят, которые профессионально играли в баскетбол, у баскетболистов, у них были уже свои расцветки суперстаров, где немножко отличались полоски, где, может быть, было имя игрока сзади написано вместо Adidas. Да, такие небольшие подарки эта компания делала игрокам. И ребята, фанаты баскетбола, естественно, им очень хотелось такие же кроссовки. Поэтому что они в основном делали? Облепляли выходы из всех баскетбольных площадок. И когда из какого-нибудь там Мэдисон Сквер Гардена выходили баскетбольные команды, эти ребята говорили, что дай, 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 дай кроссовки, пожалуйста, нам. Ну, как цыганята, все клянчили. Естественно, баскетболисты были, ребята, щедрые, богатые, поэтому почему бы не дать пару старых кроссовок. Но тут такой вопрос, что у тебя не обязательно совпадал размер с размером твоего любимого баскетболиста. А носить-то хотелось такие, как у любимого какого-нибудь там Карима Абдулджабара или еще тех времен баскетболистов, не помню их всех по фамилии. Следовательно, впервые тогда ребята начали сами закрашивать краской полоски на суперстарах, изменять цвет задника, изменять цвет шнурков. То есть, говорить, что смотрите, у меня кроссовки практически как у того самого баскетболиста из большого телевизора. Ну и так пошел, можно сказать, кастомайзинг. Первые попытки кастомайзинга на руках тоже начались вот с этих самых кроссовок. Как я уже говорил, технологии тогда двигались не так быстро, как в сегодняшнее время. Это сейчас каждый год выходят новые кроссовки с новыми улучшенными системами амортизации, более легкие, более удобные. Но в 60-70-е годы все двигалось не так быстро. И это позволяло кроссовкам достаточно долго находиться на баскетбольном корте. То есть, суперстары играли практически до конца 70-х годов. Но ничто не вечно под луной, как говорится. И постепенно, казалось бы, эти кроссовки все уже уходят на пенсию. А нет. В 80-х годах произошло, можно сказать, возрождение. Первое из целых нескольких серий возрождений этих кроссовок. Когда их на вооружение взяли ребята из зарождавшейся тогда уличной культуры под названием хип-хоп. Хип-хоп, друзья, он начался не с рэпа, как многие думают. Рэп пришел чуть попозже. Сначала это были танцы, это было граффити, это были попытки диджеев сводить что-то там из двух старых записей. Делать что-то новое с помощью скретчей, с помощью своих диджейских приемов. И танцорам, и ребятам, которые рисовали граффити, эти кроссовки очень и очень понравились. Во-первых, они были не такие уж дорогие, тем более, что вроде бы и не новая модель, есть более современные модели. Эти были не такие дорогие. Второе, они ничуть не потеряли от тех качеств, за что их полюбили в NBA в 70-х годах. То есть для танцоров это было важно, чтобы кроссовки у тебя были и легкие, чтобы они и не скользили, и в то же время, чтобы они защищали твою ногу. Ну и опять же были долговечными. Эти кроссовки действительно были долговечными. Помним, да, производились во Франции из кожи, из резинового такого носка. То есть это были солидные такие, мощные кроссовки. И поэтому многие танцоры и граффитчики эти самые кроссовки очень и очень использовали. Плюс началась уже вторая волна кастомизации. Кроссовки делали не так, чтобы они были, как у известных баскетболистов, а решили дополнять их какими-то своими деталями. Ну да, кто-то там перекрашивал их, кто-то красил краской серебрянкой, кто-то фломастерами рисовал граффити какие-то персонажи на этих кроссовках, кто-то шел еще дальше. Например, люди ставили широкие шнурки на эти кроссовки. Словом, такой вот фантазии, наверное, не было предела. Естественно, это не весь рассказ о кроссовках Adidas Superstar. Я и так старался по максимуму сокращать все то, что касалось 70-х, 80-х годов. И я продолжу рассказ в следующей части, где вы узнаете, почему эти кроссовки начали носить без шнурков, почему их полюбили любители скейтбординга и альтернативной музыки, и что такое Superstar сейчас. Ну что ж, друзья, спасибо огромное за внимание. Надеюсь, вы рады так же, как я, что начался уже третий сезон обзоров. Мы будем продолжать. Обзоров будет много, они будут интересными. А от вас мы ждем, как всегда. Лайкайте наше видео, расширивайте его, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Плюс, ребят, одно очень и очень важное объявление. Многие меня спрашивали, можно ли купить кроссовки из ассортимента Rock Air в интернете. Друзья, очень скоро на этот вопрос будет однозначный ответ да.